В марте 1924 года мальчишки-газетчики на разные голоса призывали самарцев оставить все нелепые страхи и принять участие в авиационных днях в Самаре. 22 и 23 марта с 11 до 6 вечера состоятся полеты над городом и его окрестностями на пассажирском самолете «Ламузини-Юнкерс». Полеты стартуют от спуска под Предтеченской улицей. Ну а меня-то сверху видел. Кто последний за билетом? Сколько тысяч километров? Воздушный путь свободен мой. Воздушный конь меня не сбросит, пока мотора слитен вой, и винт упорно воздух косит. Подняться над городом на самолете «Ламузини» казалось самарцам делом чести. Отцы семейств заявляли, что им это совершенно необходимо. Жены говорили, только через мой труп. Девушки с надеждой смотрели на кавалеров. Кавалеры друг на дружку. Одним словом, Самара готовилась к полетам. Не останавливала самарцев ни довольно высокая плата за право подняться в небо и прокатиться там с ветерком. 10 рублей с золотом. И предупреждение, что в случае ненастной погоды полеты могут быть перенесены на другое время. Что значили какие-то 10 рублей, если, поднявшись в небо, ты в одночасье становился героем, на которого с восторгом смотрели женщины и с завистью мужчины. Расклеенные по городу афиши уверяли, что полеты на Юнкерсе совершенно безопасны. Тем более, что пилотировать его будет опытный летчик Николай Мартынович Иеско, который в авиации с 1915 года, в 1920 он совершил беспрецедентный полет над швейцарскими Альпами на высоте 7,5 тысяч метров. И совсем недавно вторично прошел курс высшего пилотажа в Италии. Газетные объявления и афиши сделали свое дело. И вот в назначенный день, 22 марта, под Притячинским спуском собралась толпа самарцев, желающих взглянуть на то, как шестиместный самолет Ламузин поднимется в небо. Вот интересно, как выглядят высоты наша старушка Самара. Дом наш не забудь посмотреть. Дом. Довольные первые пассажиры заняли свои места. И вот до чуда осталось всего несколько мгновений. И чудо совершилось. Правда, продолжалось оно совсем недолго. Потому что, едва поднявшись, самолет тотчас пошел на посадку. К счастью, благодаря искусству летчика посадка была проведена успешно, и никто из отважных пассажиров не пострадал. А вот почему полет был таким недолгим, самарцы узнали через несколько месяцев из тех же самых газет, которые вновь попытались приобщить горожан, выросших на Великой реке к заоблачным высям. Красный воздушный флот к предстоящим полетам Юнкерса. В Самару вновь прилетает гидросамолет Юнкерс. Мартовские полеты не состоялись вследствие аварии, произошедшей из-за плохого качества горючего. Теперь же горючий материал высшего качества, взят от глав воздух флота, и опасаться повторения аварии нет оснований. Вообще, аварии с самолетами редкое явление. Точные данные статистики заграничного воздухоплавания установили, что процент аварий с самолетами в сравнении с железнодорожными ничтожен. Кто знаком с достижениями в воздухе, имеет представление об авиационных средствах, тот не поддастся сомнениям. Лично я летал и в марте, был участником аварии, и все же с удовольствием лечу на гидросамолете снова. Кто раз побывал в воздухе, того тянет туда и во второй раз. Корюкин. Газета «Комуна» от 4 июня 1924 года. А еще через пару дней мальчишки-газетчики вновь на разные голоса выкрикивали примерно следующее. Внимание! 10, 11 и 12 июня 1924 года губернское общество друзей воздушного флота устраивает в Самаре пассажирские полеты на шестиместном самолете «Юнкерс». Посадка и высадка пассажиров будет производиться на Волге со станции РКСМ. И снова город наводнили. Афиши о том, что на старте все желающие смогут ознакомиться с конструкцией самолета, записаться в члены общества друзей воздушного флота, купить акции добролета и приобрести различные агитматериалы. Плата за полет назначалась той же, что и в марте. 10 рублей золотом. Правда, члены общества друзей воздушного флота получали скидку уже не в 10, а в 20%. Билеты можно было приобрести ежедневно в здании губосполкома, комната 14. А в дни полетов на станции РКСМ, бывший яхт-клуба. Полеты, предупреждали газеты, будут производиться в порядке приобретения билетов. И снова отцы семейств отважно поглядывали на своих ближних, жены обещали закрыть и не пущать, а девушки и юноши мечтательно смотрели в небо. И на этот раз горючее не подвело. На глазах у десятков самарцев, собравшихся на станции РКСМ, самолет взмыл в небо, пролетел над крышами домов, над самарскими улицами и площадями и снова сел под громкие аплодисменты горожан, которые внимательно следили за каждым его движением. Хроника. Самолет в Самаре. В скором времени в Самару прилетает гидросамолет общества Добролет для пассажирских полетов с агитационной целью. Самолет вылетел из Москвы по маршруту Рыбинск-Астрахань с остановками на 3-4 дня во всех попутных городах. Самолет имеет целью изыскания предполагаемой к открытию воздушной Волжской линии. На самолете летит профессор Рынин. Он прочтет ряд лекций, которые будут сопровождаться картинами волшебного фонаря. Комуна. 29 июня 1924 года. Еще вчера казавшееся недостижимым небо с каждым днем становилось все ближе и ближе для каждого. И вот уже не только отдельные смельчаки, но даже их жены, поднимавшие виск при виде каждой мышки, все чаще смотрели туда, где совсем скоро будут проложены воздушные волжские пути. И по ним, так же, как и по матушке Волги, побегут вниз и вверх струги до ладьи. Отправившись из Москвы 5 июля в тот же день гидросамолет общества Добролет прилетел в Рыбинск. Оттуда полетел в Кострому, а далее в Нижний. Газеты сообщали, что в Рыбинске платные полеты привлекли 56 пассажиров. В Костроме 131 человек пожелали подняться вверх, а в Нижнем продажу билетов даже пришлось ограничивать из-за большого количества желающих полетать. Во всех городах по маршруту следования агитационного самолета профессор Рынин выступал перед собравшимися с лекцией о достижениях современной авиации, а инструктор Добролета давал пояснения относительно конструкции воздушной машины. Кроме этого публике демонстрировались две киноленты на крыльях ввысь и как мужик пахом столицы в облака летал на птице. Местная печать в эти дни кажется вовсе забыла о земных делах и писала только о небе и о самолетах. В газетах была развернута кампания коллективных вызовов на вступление в общество друзей воздушного флота. Никто не должен остаться в стороне. Покорение неба это наша задача номер один. Из Нижнего Новгорода самолет отправился в Казань и вот наконец его дождалась и Самара. Самарцы устроили самолету настоящую праздничную встречу со знаменами с оркестром с участием общественных профессиональных и партийных организаций. Сюда к месту прибытия самолета под красноармейским спуском пришли толпы самарцев и тех кто приехал из окрестных городов и сел специально чтобы посмотреть на этот праздник. Сегодня исполняется годовщина существования в Самаре общества друзей воздушного флота. Свой день рождения наше общество ознаменовало подарком. Во время работы 13-го съезда РКПБ в Москве на аэродроме имени товарища Троцкого состоялась торжественная передача Красному воздушному флоту эскадрильи самолетов среди которых находился и наш самолет Самарец Ильичу. К переданному нами самолету уже подобрана команда из четырех человек. Командира товарища Филода, старшего моториста товарища Шнейваса, младшего моториста товарища Королева и моториста товарища Багадиста. Прошло всего три года, а Волжская воздушная линия между тем перестала быть чудом. И вот уже в Самаре приветствовали участников авиационного перелета Милан-Рим. Остановки на Волге, в Москве и в Ленинграде, в Стокгольме и в Амстердаме. Земной шар становился все меньше и меньше с каждым днем, а человек все увереннее чувствовал себя не только на земле, но и в небе. 8 октября 1927 года на так называемом пляже Бис под спуском улицы Красноармейской приземлился итальянский гидросамолет Савоя, встреченный толпой самарцев. Итальянцев ждали к двум часам, но они прилетели чуть раньше. Экипаж Савои состоял из четырех человек. Трех итальянцев и одного нашего русского. Саратовского летчика. Пожав руки встречающим, пилот Альберто Дель Претто показал им маленькую карту полета. Круговой полет по восточной Европе, включая СССР. Медвежий СССР, как до сих пор называли его европейцы. Москва, улыбаясь, произнес итальянец. Дальше Москва. Усевшись в автомобиль, летчики отправились в гостиницу на отдых. А самарцы остались рассматривать изящный гидросамолет, уже проделавший огромный путь. А впереди его ждали снова рокот мотора и облака. Москва, Европа, Рим. Потом напрасно ищет око. На небе не найдешь следа. В бинокле вскинутом высоко. Лишь воздух чистый как вода. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров